добрый день друзья с вами канал доля от города и я не на коновалова каждый дачник и огородник неважно опытный или начинающий всегда мечтает вырастить что-то свое вырастить свою рассаду нежели идти на рынок и покупать рассаду у тех людей кто этим занимается потому что во первых не всегда продают то что хочется а во вторых мы же хотим выращивать разные сорта кто-то собирает свои семена кто-то покупает семена неважно всегда хочется вырастить хорошую рассаду вот смотрите у меня какой перчик не небольшого роста но весь усыпан уже маленькими перчинками вот такую рассаду вырастить легко и не обязательно плясать вокруг нее этой рассады постоянно устраивать танцы с бубнами и следить выслеживать то ли пятнышко появилась то ли вытянулась она я вам сейчас расскажу о том какие самые простые моменты надо учесть чтобы ваша рассада была крепкая здоровая а в итоге дала хороший урожай сегодня хочу вам показать несколько приемов которые я совершаю со своей рассадой чтобы она не вытягивалась это не поглаживание хотя к этому я хорошо отношусь и рекомендую изредка проводить вот такое вот поглаживание но когда рассада уже такая высокая страшно ее повредить а неосторожное движение механическое движение может привести на поломки рассаде и будет жалко ведь мы за ней так долго ухаживаем а иногда мне пишут такие вопросы что делать семидольные листики начинают желтеть и отпадать конечно же у некоторых это вызывает панику я не обращаю внимание на семидольные листики потому что я их обрезаю но давайте обо всем по порядку начнем с того что я всю свою рассаду пикирую но в стаканчике не полностью насыпаю землю если для томатов не опасно пересаживать с углублением то перчику это сулит неприятности например загнивание корневой как только рассада подрастает я срезаю аккуратненько семидольные листочки и подсыпаю грунт обрезка семидольных листиков притормозит вытягивание рассады и нарастит дополнительно корневую когда можно обрезать семидольные листики вот эти когда уже точно есть четыре настоящих листика и появляется 5 можно вот тогда же когда больше листиков уже начинать обрезать но тут тоже важно соблюдать определенную технологию и особенно это хорошо если рассада очень сильно вытянулась сначала мы обрезаем первый семидольный листик через неделю мы обрезаем второй семидольный листик и потом начинаем потихонечку подсыпать землю корневая будет разрастаться так мы в три этапа останавливаем вытягивание если рассада уж совсем вытянулась то через неделю можно срезать один настоящий листочек в общем до высадки в открытый грунт или в теплицу можно срезать 4 листика то есть два семидольных и два настоящих и тогда у вас тебе лючек будет прям такой вот крепенький но когда мы уже будем пересаживать рассаду в грунт конечно же я вам сниму и вы увидите что стебелечек будет крепкий и сейчас уже видно что в общем он не тоненький вот на перце к баклажанам я только сейчас приступлю потому что уже появилась раз два три четыре и пошел пятый шестой баклажанчики начали вытягиваться и я начну обрезать первый семидольный я уже обрезала пришло время обрезать второй семидольный и подсыпать чуть-чуть подсыпать землю прям можно здесь уже не подсыпать и потом уже до высадки в грунт я конечно один или два настоящих листика срежу потому что для перца для баклажан да и для томатов особенно высокорослых важно формирование это влияет на урожайность на размер плодов и в общем на в общем-то на выносливость и бояться отрезать вот эти первые два листика пока у вас еще стоит рассада не надо при таких приемах рассада становится крепкой она прекрасно себе чувствует корона хорошо развивается стебли становятся толще таким образом никакие препараты от вытягивания вам не потребуется что касаемо томатов то наверное не одна овощная культура не подвергается таким хирургическим операциям вот у меня уже завязались и плодики видите и у меня до развилочки буквально здесь я пустила просто в две веточки ни одного листика нету многие горит ой фото синтез и так далее придумывают какие-то отговорки что так делать нельзя но в прошлом году я показывала неоднократно снимала видео обзоры показывала свой урожай и все видели что ни одного листика у меня нету до первой завязавшиеся уже сформированной веточки с гроздьями томатов и так дальше я иду до самого верха и таким образом у меня созревают хорошие плоды наливаются своевременно и растение не тратит свои силы на то чтобы прокормить вот эти огромные ветки листьев вот видите наверное томат это единственный овощи которые мы постоянно обрезаем но во всяком случае я рассказываю про себя и так это можно делать и с баклажанами и из перчиков если вы боитесь на основной рассаде это все делать но возьмите себе партию какую-то отберите и попробуйте вам понравится и вы на следующий год уже конечно же будете прибегать вот к таким хирургическим операциям поскольку ну действительно не везде хватает у нас этих ламп для света для освещения не хватает окон но сейчас у меня закрыто потому что отсвечивает когда я снимаю видео в общем мира садом как ни крути начинает вытягиваться ну и вот учитывая то что сейчас у нас часто пасмурные дни стоят хоть у меня окна в этом помещении и большие еще раз хочу вернуться к томатам для большинства сортов томатов выращиваемых средней полосе россии обрезка листьев просто необходимо без них томаты не вызовет и у хорошего урожая не дадут конечно бывает что сами листики отпадают это от нехватки питания или грунт тяжелый но причину общем много но ничего страшного если остальные листики в порядке то не трогайте растения просто вот так вот обрежьте и подсыпьте землю если вы чувствуете что бледненькие у вас листики используйте пиво богатое аминокислотами я рассказывала про то как пивной подкормкой можно поливать и опрыскивать либо томатной пастой вместе с дрожжами тоже хорошее средство мне кажется они даже эти два средства и пиво и томатная паста могут переплюнуть любые другие подкормки поливки предназначенные именно для рассады то есть все что у нас есть под рукой прекрасно работает и прекрасно отражается на благополучии наши рассады вот собственно говоря и все что я вам хотела рассказать сложного выращивания рассады нет ничего не обязательно ее пичкать всевозможными удобрениями не обязательно постоянно за ней следить просто нужно выполнять общие правила повыращивания рассады надеюсь информация была полезной приглашаю всех тех подписчиков которые остались в ю тубе присоединиться в дзен там не только есть видео то много статей и конечно же наш замечательный телеграм-канал где опытные дачники всегда придут на помощь начинающему дачнику огороднику я с вами прощаюсь всего доброго друзья до свидания